Деталево разобраться у проблеме и допомогать людям. Особистый прием грамадян провел старшиня Витебского облвыканкама Александр Суботин. На кольки эффективно в 2023-м выкнана инвестиционная программа Витебской области. Раскледили на посяжении Президуума областного совета депутатов. На Боробьевых горах у городку далі старт чемпионату Министерства внутренних справ по лыжных гонках и биатлонной эстафете. Деталево разобраться у проблеме и допомогать людям. Минавітаў гэтым сутнасть работы са зворотами грамадян. Такое меркавання выказал старшиня Витебского облвыканкама Александр Суботин. Ён правеў особистый прием грамадян. За некалькі годзин до керовніка пауночных регионов звернуліся больш за 10 чалавек. Гэта не толькі жыхары Витебска, а и районов в області. Топ проблемных пытанні ў традиційно узначаліва жилёва коммунальна гаспадарка. Татьяна Сафонова жыхарка дома на вулице Будзёнага ў областным центры. Шмат паверхоўка чакая капітальнага рамонту. Тэрміны затрымліваюць, работы ніяк не распачнуць. За працякання даху ў кватэрах холодна і не аутульна. Александр Суботин даручыў галовному управлінню жилёва коммунальны гаспадаркі Витебскага Абулыканкама разобрацца ў проблеме, кабудоме було тёпло і комфортно. А крамя тахох, рамадзяне звернулися до кераўніка пауночного рэгіона с кватэрными пытаннями, нюансами хандлёвах обслуговування і проблемами особистого характеру. Сюда ўже доходзят до этого рубежа ўже с очень большими проблемами. И вы поприсутствували на ряде случаев. Это, как правило, практически нерешаемая проблема. Это либо межличностный конфликт, либо земельные какие-то споры, либо, как последний случай, это дайте квартиру, когда нету никаких юридических оснований. И вроде по-человечески хочется понять, но юридически нету. Поэтому приходится находить какое-то соломоновое решение, чтобы, как правило, помочь человеку. Так что, я думаю, такая форма общения и взаимодействия в обществе должна быть. Кераўнік пауночного рэгіона адзначыў эффектыўнасть такой формы работы с насельніством. Асабістыя приёмы храмадзян даюць махчымаць выслухаць человека і зразумець, што яко хвалюе ў гэтую хвіліну, і як улады могуць да помахчы. Жылёвые і коммунальныя праблемы. Неавырашыныя пытанні, з якими же хары Бешанковецкага района, звернулися да помошніка президента, инспектора па Витебскай в области. Сяргей Ляукович провёл промую телефонную лінію і приём храмадзян ў Бешанковецкім райваканкамі. Гэта яху першы выязны прыём. Да помошніка президента записаліся пять чалавек, сярод їх пенсіянер і двешмадзетныя сям'ї. Проблема жилищно-коммунального хазяйства не актуальна не тільки в Бешанковецкім районі. І в сьогоднішній приём – ярке підтвердження тому, що граждане беспокоїны состоянием жилищного фонда. К жалению, ми не можемо сегодня в рамках одного приёма принимати решення о том, що вот уже завтра буде начат капітальний ремонт. Єсть определённые правила работы містних органов власти по капітальному ремонту жилья. Всё зависіто від возможності фінансіровання данного направління. І моё главное требування к руководству районних експланетних комітетів – це давати людям звішенне і понятне обіщання. І саме главное – выполняти ці обіщання, які були даны. Треба уважлива ставіцца до кожного звороту. Деталёво і об'єктивно розбираться у питаннях. Шукать шляхи рашення проблем, давать узваженне і зрозумілі об'яцанні, отзначив Сергій Ляукович. Помощник президента у ближайший час проведе некалькі выязних приёмів громадян. У лютым розглядись проблеми людей у Полоцку і Орши. Электоральна кампания. Сьогодні у Беларусі завершилася. Регистрація кандидатів у депутаты, палаты представників і місцовых саветаў розных узровняв. С 31-го студеня стартує этап перадвыбарной агітаціє. Йон протягніться до 24-го лютага. Напереды дні завершилася таксама форміравання участковых выбарчых комісій. У їх складу вайшлі у тым ліку працтаўнікі палітычных партай і громадських аб'яднанняў. Адзіны дзінь галасавання у Беларусі ў першыню пройдзе 25-го лютага. Датэрміновая галасавання арганізуюць з 20-го да 24-го лютага. Выбары – гэта важная падія ў житці нашай краіны. Мы вазначаем свой шлях на бляжайшая гады. Такін меркаванням падзяліўся прокурор Витебскай в області Ігор Украінец. Йон таксама адзначаў, што дзержава робіць усе для таго, каб забязпечаць электоральны суверанітет Республіки Беларусь. Правіцці выбары спакойна, адкрыта і аб'іктыўна. А выбаршыкі без сумніву ададыць свае галасы за людзі, якім уластіва пачуттё высокой адказнасті, сумленності і професіоналізм ў сваёй справі. Прокурору будуть обеспечивать безопасність, будуть обеспечивать законність в ході выборов. Все возложені задачі в этой части будуть исполнені. Я лично сам гражданин, который постоянно принимаєт участие в выборах, в эту избирательну кампанію безусловно, тоже приму участие. С учетом того, що 25-го февраля я, скорее всего, буду нести службу, поэтому проголосую досрочно. Считаю, що це важне событие в житні любого государства. Каждый гражданин должен понимати, що выборы – це його, в першу чергу, выбор своєго пути, выбор пути государства. Безусловно, це очень важно і для него лично, і для всей страны. Нагадаєм, што 25-го лютого в Беларусі будуть обраны 110 депутатов палаты представников націянального сходу і більш за 12,5 тисяч депутатов мясцового узровню. Наколькі ефіктивна у 2023-м виконана інвестиційная программа Віцебській в області? Гэтае питання разгледзіли під час посядження президуума Віцебського обласного савята депутатов. Дзержавную підтримку на Віцебщині летося тримали звыше трохсот аб'єктов, а даховы здоров'я і адукації – дажы льово-комунальній і сельській господаркі. Про масштабные планы і їх реалізацію розкажа Марія Дікан. Полацкая кадецкая в училища, діцячы сад у Мійорах і дом сямейного типу у Бішанковічах. Гэта адны з найбольш буйных проектов, реалізованых у минулым годзі у рамках інвестиційной программы Віцебській в області. У ЯЕ былі уключаны 325 аб'єктов. Об'ємы фінансавання склали 256 мільйонів рублів. Очнь бачое разнообразие аб'єктов. Это і аб'єкты інженерной інфраструктуры, мостовые сооруження, це аб'єкты жилья, це аб'єкты мільяративних систем, сельського хазяйства, больші і крупні соціальні аб'єкты. Якщо говорити в фінансовому соотношенні, то программа виконана на 82%. Якщо говорити в соотношенні аб'єктов, то, безусловно, більше 300 аб'єктов було виконане. Традиційна асаблівая увага сфері аховы здоров'я. У Дубровні реконструявали інтернат для медиків. У Орші у худким часі увядуть у експлуатацию новую поліклініку. У Витебську і демодернізация одразу некольких установах овы здоров'я, інфекційной і обласной клінічной больниці. Обласна больниця на сьогоднішній день один із таких серйозніших об'єктов регіона, який стоїть под осіб контролем. В рамках так званого реконструкції всього комплексу буде строительство нового корпуса. Житі Витебська, наверное, проїжджаю, які можуть наблюдувати вже начало строительства. Це буде здання монолітного домостроення, то є це каркасне здання. Буде об'єкспечено самим послідним оборудованням современним. У районах інвестиції були накеруваны на будовництво не великих, але вельмі, потрібних в'язковцям об'єктів, станцій об'язжалізвання. Зараз насільництво в область забезпечена якостной п'ятной водой на 99%. Нами було запроєктировано і построено 28 станцій об'язжалізвання в сельських населенних пунктах, благодаря чому порядка 6 тисяч наших граждан, які проживають в цих деревнях і поселках, получили доступ качественной п'ятій воді. В цьому году на мероприятия предусматривається порядка 7 мільйонів рублій. В цьому году ми планируємо також построити порядка 30 станцій об'язжалізвання. Якщо буде доповнительне фінансування, то ми вийдемо на 40 станцій об'язжалізвання. Інвестиційна програма в області на 2024 год заховала свою соціальну накеруванність. У її включені 286 важних об'єктов. Марія Дзікан, Сергій Котов, «Навіны. Вітебск». Ай-Ті-центр урочисто адкрылі у Вітебску. Йон розмістівся на території технопарка «Закон і Парадок». Проект реалізованы на базі одного з місцовых резідентів. Спеціалізація – распрацовка веб-сайтов і веб-сервісів. Тут почне працаваць Ай-Ті-школа, дзе змогуть вучыцца усе жадаючі ва узроці от 14 до 30 годів, які збіраюцца зв'язаць сваю жыццьо з інформаційными технологіями. Яны будуть вивучаць мовы праграмавання і технології. А клієнтамі каворкінг центра стануть працтавнікі сучасных креативных і інноваційных професій, праграмісты, дзайнеры і інше. За перший год роботы Ай-Ті-школа разлічває выпустіць більш за 20 кваліфікованых спеціалістів у сферы інформаційних технологій. Пры гэтым кожному выпускнику пропонують спрацтаву латковання. Открытие Ай-Ті-центра в технопарке «Оккубатор закон и порядок» сегодня диктует сама жизнь, сама наша система жизни. То, что нужно идти вперед, нужно развивать инновации, в том числе и в Ай-Ті-сфере, нужно развивать новые программные обеспечения для развития нашего реального сектора экономики. В первую очередь мы рассчитываем здесь на концентрацию талантливых людей, Ай-Ті-отрасли и действительно создание нового программного продукта. Для этого у нас есть свои партнеры и наши университеты и наши центры поддержки предпринимательства и наши предприятия, которые заинтересованы в создании таких новых рабочих мест для того, чтобы внедрять инновации в реальный сектор экономики. У нас в городе и в Витебской области не было ни одного каворкинга, а они всем же работают дома. Значит, и вот ребята, когда приходят сюда, они начинают между собой общаться, у них появляются общие проекты, а потом они приходят ко мне и просят помещение, чем может помочь государство. Я говорю, папа, пойдемте, я вам кабинет покажу. Итак, мы набираем субъектов. Дальше, IT-школа. К сожалению, в 2020 году многие IT-специалисты выехали, но это нас не останавливает. Мы решили, что мы обучим новых, и поэтому мы решили создать IT-школу, Интехаб, для обучения рабочим профессиям. У ближайших планах IT-центра суместно с Витебским Державным Университетом имя Машерова открыть филиял кафедры математики и информационных технологий. Студенты ВНУ смогут выучать дейючие и створать уласные IT-проекты, а так само удельничать у суместных белорусско-китайских инициативах у сферы информационных технологий. Витебская область подключилась до доброчинной акции «Белая Русь детям Донбасса». Усяго районные и городские структуры областной организации, а так само необыяковые люди пауношного региона, собрали больше за 5 тонн гуманитарной допомоги. Гэта продукты харчаванья, детячая коляски, сродки гигиены, медицинские препараты, канцелярские товары и цацки. Найбольш активными у гэтай справе были Бешанковицки, Городоцки, гуманитарную допомогу отправили у Минск. Со столицы яе организовано доставить адресатам. В первую очередь, конечно, это консервы, консервы мясные, консервы рыбные, крупы, макароны. Безусловно, это и подгузники для детей, различные медикаментозные средства собрали. То есть, собрали то, что, в принципе, было заказано. Хотелось бы сегодня отметить, еще раз хочу подчеркнуть, что вся область откликнулась. Откликнулась не только наша организация «Белая Русь», откликнулась с нашей коллеги с других общественных организаций неравнодушных граждан нашего региона. Приятно не только сегодня, потому что эта акция уже идет с 25 декабря. И очень было приятно увидеть и услышать отклик наших всех первичных организаций и жителей железнодорожного района и города Витебска, как они со всей душой отнеслись к этому мероприятию. Поэтому мы сегодня видим, что действительно результаты есть. Вот идет загрузка. Данный транспорт уже пойдет на Минск. В Минске там его встретят. Встретят волонтеры, примут наш груз, а дальше уже с Минска будет отправлен в Донецк. Доброчинная акция «Белая Русь» детям Донбасса стартовала у Снежни минулых года. Гэта инициатива оказалась по-соправдному усе народной, и она объеднала усе в области и районы нашей краины. Узмацнение контролю за станом водных объектов и природоохоуных зон, заховыванием коммунальных отходов, а так само сбор и утилизация другосных материальных ресурсов и бороть базы инвазивными рослинами. Гэта и на керунке все лето будут прайоритетными у работе эколога у Витебской области. Прогатай шла говорка на коллегии ведомства зуделом першага намесника министра природных ресурсов Республики Беларусь Александра Корбута. Летось у пауночном регионе уведены устрой девять объекта увода адвядення и очистки стековых вод. Рэконструя ваны шесть очищальных сбудаваннел. У Орши запрацавал региональный комплекс по обыходжению с твердыми коммунальными отходами могутностью до 60 тысяч тонн в год. Дякуючи модернизации вытворчасти ускоротилися выкиды шкодных речевов у атмосферу. В течение десяти последних лет наблюдается снижение общих выбросов атмосферный воздух. Это как и от стационарных источников, так и от мобильных источников. От мобильных источников достигается снижение выбросов уже до 41 тысячи тонн в год. В связи с введением электротранспорта активно применяется мобильный транспорт, индивидуальные велосипеды. По стационарным источникам дальше и будет продолжаться оборудование котельных жилищно-коммунального хозяйства новым оборудованием энергосберегающими и ресурсосберегающими технологиями. В 24-й будет переломным водом и мы значительно уменьшим количество территорий, произрастающих инвазивными растениями. Да, нам не удастся, наверное, уничтожить полностью, но мы, по крайней мере, на сегодняшний можем сказать, что благодаря совместной работе мы уже контролируем ареал произрастания борщевика сосновского. Мы выявили все места, поставили на учет и сейчас идет активная работа по его уничтожению для того, чтобы земли, которые освобождаются от иноземных растений, были вовлечены в сельхозяйственный оборот. У минулом годе экологи Витебской области спынили больше за 15 тысяч порушения у природо-хоунного законодавства выявили свыше 250 фактов на неосене шкоды на вакульному осяродзю на сумму каля 1 миллиона рублев. Двойный контроль на одной промой. Супрацовники Дзержа Утоинспекции Витебской области организовали профилактичный рейд по выявлении порушения ухудкосного режима и правилов обгону за городом. Сформировали адразу два экипажа, які працавали на невеликой одлеглости один от одного. Новую форму контролю протестовали у Лепельским и Докшицким районах. Подчас рейду зафиксовано каля пау сотни порушений. Больше зих это перевышение худкости. А один водитель порушальник трапил у поля зроку экипажа Удаи два раза за пар. Отрабатывая автодорогу М3 мы на ее протяженности в населенных пунктах выставили несколько экипажей ГАИ которые контролировали как водители соблюдают скоростной режим. К примеру одна женщина ей 42 года жительница Минской области допустила с провежутком в час два нарушения скоростного режима. В Лепельском районе там где было ограничение 60 км в час она ехала 93 км в час а спустя час времени такое же правонарушение она допустила в Докшицком районе но там она уже двигалась со скоростью 82 км в час Такий новый вид контролю для супрацовников ДАИ один со способов больше пильно сочить за дорожной обстановкой бо порушение худкосного режиму може привести до дорожно-транспортных здоровья с тяжкими наступствами и гибелью людей Держа автоинспекция нагадывая про необходность строго выконовать правила дорожного руху тем больше у зимовый период кали на двор нестабильная а дорога слизкая И на приконце выпуску на Воробьевых горах у городку дали старт чемпионату Министерства Унутренных Справ по лыжных гонках и биатлонной эстафете У делу с поборнествах примают 13 команд з усих областей краины и города Минска подразделения у департаментов и навычальных установ Министерства Унутренных Справ Беларуси Гэта 78 спортсменов Им предстоит передолить 4 этапы протяглостью от 2,5 до 7,5 километров с проходжением огнявых рубежов Старт с поборнеством дал первый наместник начальника Управления Унутренных Справ Витебского Абл-Ваканкама Алексей Шахович И он пожадал удельникам легкой лыжни из подорожного ветру Традиционно проводим в городе-городке Это у нас седьмой чемпионат непрерывно с 2018 года Соревнования носят служебно-прикладную направленность так как мы в эстафете добавили с прошлого года стрельбу поэтому сейчас и бег на лыжах и стрельба все в совокупности дает хорошую подготовку сотрудникам в будущем планируем выйти на классическую биатлонную эстафету где будет стойка, лежка и бег на лыжах Принимают все команды все областей Министерство внутренних дел аппарат департаменты учебные заведения Министерства внутренних дел Здесь собрались болельщики здесь будут организованы спортивные мероприятия торжественные мероприятия ну и традиционно в течение этой недели будем болеть за команды которые здесь присутствуют и поддерживают наших Пераможца у чемпионата Министерства внутренних справ у особистым и командным заликах назовуть у сяраду 31 студеня Першими У ближайшие сутки участках дорог Гололёдяца Ветер Пауньёва заходни заходни 3-8 метров за секунду Температура поютра ночью минус 1-3 днём 1-3 градуса выше за ноль Министерства